День Победы И это действительно так. Но почему тогда правоохранители до сих пор вынуждены сталкиваться с нарушением прав ветеранов войны? Это помогать и защищать. Здравствуйте. В этот раз наша съемочная группа отправилась в Батецкий район. В деревне Косицкое нас ждала Александра Алексеевна Модникова, малолетний узник войны. Раннее детство она была вынуждена провести вдали от родины и по возвращении надеялась, что все напасти остались позади. Но жизнь до сих пор преподносит неприятные сюрпризы. Александре Алексеевне Модниковой было три года, когда враг перешел границы Советского Союза и без предупреждения напал на мирное население. Но маленькая девочка, родившаяся в деревеньке Толчино, на тот момент еще не Новгородской, а Ленинградской области, о войне не знала ничего. До 1944 года она не видела фашистов и даже не предполагала, что всего в нескольких десятках километров идут страшные бои. Вместе с младшей сестрой она выбегала на улицу, чтобы помахать рукой пролетавшим над домами самолетом. И не понимала, почему за это их так ругает мама. Дети не чувствовали опасности, пока в 1944-м не увидели идущие к деревне подводы, которые сопровождали люди в форме, не знающие ни слова на русском языке. Мы прибежали домой. Приходит немец. Матери там, переводчик с ним был, что вот, забирайте. Матери нас, как, эвакуируют в Латвию. Вот он еще вот такой хороший немец был. Он помог маме машинку закопать. Ну, в общем, вещи, которые, вот икону, вот икона эта. Ой. Закопали под сенье. Это вот под домом такой проход в этом под сенье. И маме, значит, он помог нас собрать. Мы собрались. У нас одеть нечего было. Одели кое-что, что все выстирано было. И на подводы на эти. И мы приехали. И вот, да, корову он сказал забрать. Овец, мама, он сказал, что куда их это все. Вот мы ехали, а овцы сзади нас бежали. Так жители деревни, изгнанные из собственных домов, добрались до железнодорожной станции. Всех погрузили в товарный вагон. Поезд отправился в Латвию. Сейчас Александра Алексеевна, не скрывая эмоций, признается. Там нас, русских, никто не ждал. Женщину с двумя маленькими дочками и престарелой бабушкой местные жители принимать у себя не хотели. Пока не нашелся предприимчивый фермер. Мама Александра Алексеевна устроилась к нему дояркой. А нас все с этой сестрой беженцы. А мы выскочим на дорогу и кричим, мы не беженцы. А нам мама платье сшила новое. Вот все эти. Есть было нечего. Такой хозяин был жадный. Мама доила коров, вот он уйдет с фермы, со двора. А мы с сестрой муку раздавали коровам. А мы эту муку лизали. И там, что сберем, брали вот домой. В Латвии семья Александры Модниковой провела год. Вернуться на малую родину удалось уже после победы. До 1989 года Александра Алексеевна Модникова работала старшим бухгалтером. Эта должность и приучила женщину держать свои дела в порядке. Проверять счета, вести учет, хранить все документы. Именно это год назад и помогло ей самостоятельно обнаружить обман квитанции на вывоз твердых бытовых отходов. Ни в поселковой администрации, ни в управляющей компании разбираться с проблемой не потрудились. На защиту малолетней узницы стали сотрудники районной прокуратуры. В 2015 году управляющая компания по согласованию с администрацией Батецкого муниципального района утвердила тариф на вывоз твердых бытовых отходов. И с 1 июля 2015 года данный тариф составлял для одного домовладения, в котором проживает, один человек 60 рублей, и для проживающих два и более человек составлял уже 120 рублей. В квитанции, которую предоставила нам пенсионерка, было указано, и в принципе управляющая компания и прописывала, что в данном домовладении проживает один человек. Но, тем не менее, тариф, указанный в квитанции, был в размере 120 рублей. В адрес управляющей компании было незамедлительно внесено представление с требованием произвести перерасчет за 10 месяцев, на протяжении которых Александра Алексеевна исправно оплачивала вывоз мусора по завышенному тарифу. Требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. С нами же и договор-то не заключали. Вот, вот, чего меня зло взяло-то. Ходили, а ко мне-то не пришли, и не заключили. И вот у меня вот это, что вот, ну как, ведь все-таки надо, мы же люди. Ну, и я поехала, заключила договор, все, и перерасчет сделали мне, и все нормально, и плачу, и что. Ну, разве можно так со старыми это? Ну, не знаю я. Наверное, многим может показаться, что лишние 60 рублей в месяц – не такая уж большая потеря для кошелька. Но напомним, что мы ведем речь о женщине, единственным источником доходов, которой не первый год является пенсия. Очевидно и то, что все эти переживания не лучшим образом сказываются на самочувствии малолетней узницы. В следующем году Александре Алексеевне исполнится 80 лет. Она уже пережила два инсульта и два инфаркта. Последний, тяжелый, обширный, в октябре прошлого года. И, конечно, просто не заслужила такого равнодушного отношения к себе. В соответствии с указом президента, вдовы участников Великой Отечественной войны имеют право претендовать на получение жилых помещений. И новгородка Елизавета Ивановна Холодинина такой возможностью решила воспользоваться. Только положенных ей по закону квадратных метров пришлось ждать несколько лет. Семью военнослужащего Семена Васильевича Холодинина война застала на Западной Украине, в городе Станислав, ныне Ивано-Франковск. В первую же ночь враг начал бомбить его улицы и скоро оккупировал полностью. Но жена Семена Васильевича Елизавета Ивановна, уроженка Новгорода, вместе с трехлетней дочерью Джанной и другими женами офицеров успела эвакуироваться до того, как фашисты захватили город. Нас отправили эшелоном, а эшелоном очень трудно было ехать. И мы решили вот уже в Ростовской области, на нашей стороне, отстать от эшелона и ехать на родину. Вот три женщины новгородские. Приехали, а здесь тоже все уже бомбят. Я неделю здесь пожила, и отсюда пришлось снова эвакуироваться. С Новгорода я поехала в Чкаловскую область. Семен Холоденин в это время участвовал в боях на Белорусском и Западном фронтах, наряду с другими красноармейцами оборонял Сталинград. Когда же по стране прокатилось известие о безоговорочной победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, Семен Васильевич прислал за любимой женой и детьми сопровождающего. Я поехала на Дальний Восток с двумя детьми. Это было, не помню даже в каком году. Там мы немного прожили. И мы вот приехали сюда, ко мне на родину. После демобилизации в 1948 году муж Елизаветы Ивановны поступил на службу в Новгородскую ГАИ инспектором, а чуть позже возглавил ее. И несмотря на то, что Семена Васильевича, к несчастью, уже нет в живых, его коллеги, дорожные и полицейские, до сих пор помнят о семье Холодениных и стараются заботиться о них. И регулярно приходят в гости в этот старенький разваливающийся домик. Елизавета Ивановна, которой, к слову, в августе исполнится 102 года, уже несколько лет живет здесь со своей дочерью. В ветхом деревянном строении не раз прорывала трубы, замерзала вода. Но пенсионерки могли только мечтать о переезде в новую квартиру. Но в 2008 году удача улыбнулась им. Вышел указ президента об обеспечении жильем вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Приняли заявление наше, и мы стали ждать. Вот ждем, и вдруг получаем ответ ответствительный. Ввиду того, что у вас большая площадь, жилплощадь большая. А почему отказано? Что вот этот дом, целый дом, повесили на меня. А на самом-то деле этот дом половина наша, а половина чужие люди там живут. Страшную несправедливость женщины переживали тяжело. Жанна Семеновна слегла с инфарктом. Пенсионеркам буквально пришлось принять поражение. И оставить это, как им казалось, гиблое дело. Все-таки мы это дело оставили. Раз нам отказали, отказали, мы привыкли так жить. Но в 2015 году, окончательно устав от бесконечных поломок, протечек и ремонтов, женщины решили попытать счастье вновь. И для начала повторно направили свое заявление в мэрию. Оттуда пакет документов и сформированное учетное дело вновь ушло в правительство области, департамент жилищно-коммунального хозяйства. И в итоге история повторилась от начала до конца. Измученные Елизавета Ивановна и Жанна Семеновна получили все тот же ответ с категоричным отказом. Прокуратура Новгородской области стала последней инстанцией и последней надеждой. И сотрудники надзорного ведомства взялись за это дело, понимая, что права новгородок действительно были нарушены. И уже все-все-все, почти было все дело на нашей стороне. И вдруг вот прицепились ко мне, если можно так слово это сказать. Что я здесь делаю? Она не одна, а нас двое. Вот. И давай с меня требовать вот новые документы, московские уже. Я живу под Москвой, в Королеве. Из департамента ЖКХ учетное дело Елизаветы Ивановны Холодининой неоднократно возвращалось в городскую администрацию для восполнения якобы необходимых документов. Но, как выяснили сотрудники прокуратуры, эти действия представителей исполнительной власти были необоснованными, как и требование представить справки в отношении Джанны Николаевой. В прокуратуре был сделан вывод о том, что с учетом того, что Николаева не является членом семьи Холодининой, поскольку она проживает временно совместно с Холодининой с целью осуществления за ней ухода, как за лицом уже довольно преклонного возраста, который нуждается в уходе посторонним. И в связи с этим был сделан вывод о том, что истребование таких документов было необоснованно. Поскольку департаментом были допущены неоднократные нарушения, в июне прошлого года работники прокуратуры приняли решение направить в адрес вице-губернатора представление с требованием произвести полагающуюся Елизавете Ивановне Холодининой по закону единовременную выплату из федерального бюджета на улучшение жилищных условий. Требования были удовлетворены полностью. Вдову ветерана войны незамедлительно включили в список получателей льготной компенсации. И уже в сентябре она получила ключи от столь долгожданной квартиры. У меня было к этому отношению достаточно критическое неверие было, недоверие. Потому что вот опыт как-то весь жизненный, даже мой, подсказывает, что не всегда это удавалось. И когда это все-таки получилось, я просто тронута была до глубины души. Благодаря вашей прокуратуре и нашей, вот получилось так, что ключи теперь у нас в кармане. Квартирку мы получили, однокомнатную, в районе Ивушки. Очень уютный, хороший, ухоженный сейчас райончик. Но пока мы еще туда не переехали. Нам самим пока не перебраться. Из-за своего, ну, не можем мы сами. То есть вот сейчас за лето надо как-то будет туда переехать. Вечерами за чашкой чая на маленькой кухоньке в старом доме две женщины, мама и дочь, мечтают о том, как обставят свою новую однокомнатную квартиру. Какие занавески повесят на окна, какой шкаф купят в прихожую, как будут отмечать новоселье. И о том, как, наконец, будут счастливы, когда все невзгоды станут лишь воспоминанием. Две истории, два борца за справедливость. Каждый месяц мы рассказываем о тех, кто не жалея силы и времени борется за восстановление собственных прав и уважение к себе. Это помогать и защищать. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова